Всем привет! Меня зовут Владимир Ванин, основатель и руководитель лейбла Вау-Вижн. В сегодняшнем видео будем говорить про популярность и чего она складывается по моему мнению. Я на эту тему уже писал пост в Инстаграме. Если вы его не видели, заходите в Инстаграм, почитайте, подписывайтесь. Ну так вот, писал пост в Инстаграме, но по откликам понял, что не все, что называется, оценили написанное там. И хотел бы более подробно про это поговорить. Прежде чем мы начнем, сайт wowvision.com, заходите, смотрите условия, выбирайте нашу дистрибуцию, размещайте треки на площадках. Итак, что касается популярности. Если мы посмотрим сверху на историю музыкальной индустрии, на артистов, как они становились популярны в разные десятилетия, времена, эпохи и так далее, мы должны очень четко понять, что, допустим, то, как люди становились и удерживали свою популярность до 2010 года, это вообще история, которая прошла, и не надо туда смотреть, да, и то, что происходит сейчас в современном мире, где есть соцсети, где есть Инстаграм, где есть ТикТок и все, что в этом духе, артистам, которые начинают свой путь в эту эпоху с этими вводными данными, их ситуация немного отличается от артистов, которые начинали становиться популярными там в 2000-х годах, там в 1980-х и так далее, и вообще все это абсолютно другое. Поэтому первое, вот что я хочу здесь как бы выделить, что то, о чем я сейчас буду говорить, оно применимо для артистов, которые становятся популярными сейчас. Не надо приводить в пример, что а вот как же Доктор Дресс стал популярным, он делал по-другому, или там, не знаю, любой певец, возьмите кого угодно. Ребята, все, что вы знаете, все популярные артисты, которые уже долго на сцене, которых вы знаете, они становились популярными вообще при других абсолютно обстоятельствах, ну, просто во всем. То есть другое было абсолютно все, кроме человеческого желания стать популярным. Вот. Так что отметили вот этот пунктик, он важный. Итак, если мы говорим, что вот сейчас 2021 год, и вы там начинаете становиться популярным, да, или думаете, как это сделать. Значит, что самое ключевое, как я считаю, нужно понимать? Что ваша популярность равно количеству людей, которые вас знают. В наших современных реалиях, количество людей, которые вас знают, очень хорошо отображается количеством подписчиков, которые вы имеете. Если вы сейчас хотите стать популярным артистом, то понять, популярны ли вы уже или все-таки нет, вам очень наглядно помогут цифры подписчиков в ваших соцсетях, в вашем Инстаграме, в вашем ТикТоке, на вашем Ютубе, в вашем паблике ВКонтакте. Других каких-то метрик значительных нет. Есть, конечно, цифры прослушиваний, там, не знаю, цитируемость в новостях, публикации новостей и так далее, но ключевая вещь – это подписчики ВКонтакте. Если вы известны, если люди про вас знают и люди про вас помнят, скорее всего, они подписаны, если они интересуются вашим творчеством. То есть такой истории, когда вы на самом деле очень популярны, но у вас 2000 подписчиков в Инстаграме быть не может. Если у вас мало подписчиков, значит, вы не популярны, значит, люди про вас не знают, либо они знают, но вы им абсолютно неинтересны, они даже не хотят знать, что у вас в дальнейшем происходит. Поэтому подписчики, подписчики, подписчики. Естественно, если у вас там, допустим, миллион подписчиков, то про ваше существование, конечно, знает большее количество людей, часть аудитории не подписывается, но значительная часть все-таки подписывается. Поэтому, коль уж мы выяснили, что популярность равно количеству подписчиков, чем больше подписчиков, тем больше вы популярны. Если у вас нет подписчиков, значит, вы не популярны. Да, какую бы хорошую музыку вы не делали, каким бы вы искренним и вообще добрым человеком не были, и как бы вы не шарили за стилёк, и не понимали тренды и так далее, ну, в общем, вы поняли, нет подписчиков, нет популярности, всё остальное называется, ну, неважно, вот. Что такое? Нет, нет у нас мелочи. Вот. Так вот, количество подписчиков равно вашей популярности. Соответственно, вопрос от очень многих артистов, как стать популярным? Ну, как же мне стать популярным? Вот у меня нету денег, вот я не умею писать песни, я неинтересный, косой кривой, не харизматичный, что там ещё, да? И вот как мне стать популярным? Вот. Ну, это, конечно, такая утрированная вещь. Но в любом случае, то есть, суть в чём? Что бы у вас ни было в самом начале, как стать популярным? Вам надо набирать подписчиков. Вот, ребята, неизбежно. То, что вы будете даже выпускать песню раз в месяц, сам один этот факт не сделает вас популярным. Вы просто будете в никуда выпускать свои песни, ну, тратя своё время, энергию, силы, ресурсы на то, чтобы выпускать эти песни, да? Если только этим одним ограничиваться. Даже если вы будете выпускать хорошие песни, всё равно это, скорее всего, не сделает вас популярным. Ну, если вы будете снимать клипы интересные, тоже, скорее всего, это не сделает вас популярным. А популярным вас, как ни странно, сделает количество подписчиков. Поэтому то, что вы делаете, всегда, в любом случае, должно сопровождаться набором подписчиков, увеличением количества подписчиков. Если вы пускаете песню раз в месяц, вы должны параллельно всегда вести какую-то работу на набор подписчиков. Что бы вы ни делали, у вас должны расти подписки. Блин, то есть вот себе зафиксируйте просто. Это как метрика, измеримая, измеримая метрика вашей популярности. Даже если вы ничего не делаете, у вас должны расти подписки. Если вы что-то делаете, у вас должны расти подписки. Но подписки не растут просто так, ну, потому что вы хорошую песню сделали, да, или потому что вы хороший человек, и у вас вот начали расти подписки. Подписки берутся из трафика. То есть то, что вы сделали, или хотя бы ваше лицо, должно показываться определенному количеству людей. Какая-то часть из этих людей возьмет, заинтересуется и подпишется на вас. Соответственно, вот это называется трафик. То есть на то, что вы делаете, на вашей соцсети должен идти трафик. Трафик можно получить там разными путями. Можно делать таргетированную рекламу, можно покупать там посты в пабликах или в аккаунтах Инстаграма. Можно покупать рекламу у блогеров. И можно делать какой-то вирусняк в ТикТоке. Да, это для тех, у кого нет денег. И, соответственно, в любом случае, то, что вы будете делать, оно будет показываться каким-то людям. Если людям это будет нравиться, часть из них будет на вас подписываться. И таким образом вы растите подписчиков вплоть до, я не знаю, миллионов-миллионов. Если там ситуация, когда у вас уже очень много подписчиков, ну, не знаю, 300 тысяч, 500 тысяч, да, вы, ну, понятно, да, что 30 миллионов подписчиков ты просто одной таргетированной рекламой в Инстаграме не сделаешь. То есть там на более высоких уровнях нужно уже придумывать инфоповоды. Вот. Но пока вы только начинаете свою карьеру, в целом без инфоповодов можно обойтись. Инфоповод придумать гораздо сложнее, чем делать таргетированную рекламу. Вот. Поэтому если вы в начале своего пути, самый простой доступный путь для вас – делать таргетированную рекламу и снимать креативы в ТикТок. Вот. Есть еще и другой путь, про который многие могут вспомнить. А вот как, например, там, не знаю, Олджи Будда или еще, ну, возьмите почти любого артиста, да, которые типа стрельнули органически, которые на самом деле начали делать прикольное музло, и все это прохавали, и начали их пиарить, и пастить в рипе, и просто вообще вот просто тянуть, 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 и в итоге пацаны типа ни рубля не вложили в рекламу, а стали супер популярными. Если у вас такие мысли витают в голове, то я вас очень разочарую. Практически никто никогда не становился популярным просто там, я не знаю, потому что, блин, люди прохавали и начали сами это пиарить. Конечно, если вы делаете качественную музыку, то люди начинают делиться между собой, да, и в любом случае какой-то органический рост и приток трафика и подписчиков есть. Но если, допустим, вы не хотите делать рекламу, вкладываться в это дело, да, хотите быть таким трушным артистом, который ни рубля не вложил в рекламу, да, и стал популярным, то, чуваки, ваш выход заключается в одном – иметь популярных друзей, которым понравится ваше творчество, и которые будут посредством своих соцсетей давать трафик на ваш контент. Вот, тоже рабочий вариант. Поэтому подытожить, как стать популярным, да. Стать популярным можно, набрав подписчиков. Как набрать подписчиков? Есть ограниченное количество путей. Это либо покупать таргетированную рекламу, либо покупать там посты в пабликах и так далее, но так или иначе вкладываться в рекламу, пиарить свое творчество за деньги, да, либо придумывать какой-то вирусняк, я не знаю, снимать какие-то офигенные интересные пранки, там, или еще что-то, благодаря чему этот контент будет расходиться, и люди будут запоминать вас, а потом и слушать вашу музыку, и, ну, и как бы вникать. Либо иметь друзей, которые уже популярны, и которые помогут привлечь трафик к вашему творчеству, к вашей персоне, к вам как к артисту. И, собственно говоря, вот так-то вы станете популярными. Других путей пока человечество не придумано. Ну, конечно, да, есть там из всего многообразия, еще 0,5-0,1%, реально, что что-то сильно зафорсится самостоятельно, без вашего участия, и вы станете популярным. Я не знаю, как Тантасьон, да, легенды гласят, что на Саундклайде просто завирусился его трычок, потому что людям он начал нравиться, и в итоге он стрельнул, ну, а дальше уже пошло-поехало. Ребята, вот тоже, если вы хотите, как бы, противопоставить моей железной логике вот такие аргументы, что вот, АИКС, там, не покупал рекламу, там, наверное, хотя кто знает. Ну, чуваки, как бы, если у вас такая ситуация, что вы так же харизматичны, интересны, с уникальной историей и просто офигенной музыкой человек и артист, такой как ИКС, ИКС, ИКС Тантасьон или на его уровне, то, конечно, ну, возможно, у вас свой путь, да, и вы реально станете популярными и без друзей, без рекламы, и без поддержки, и без всего чего угодно. Это возможно, но, чуваки, оценивайте себя адекватно, реально. Живёте ли вы той самой интересной жизнью, по которой можно снять фильм, книгу, написать и всё, что угодно. Реально ли ваша жизнь настолько интересна, что у вас есть шансы завируситься, просто потому, что вы вот такой, какой вы есть, да? Скорее всего, нет. Вот, на этом всё. Владимир Ванин, label wowvision.com. Заходите, выбирайте нашу дистрибуцию, подписывайтесь на все соцсети. Ой, Господи! И ждите следующих видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!